Всем привет! В Германии до сих пор лежит снег. Это полный коллапс, такое бывает очень редко. Но за что я люблю зиму, так это за то, что именно в это время года я с удовольствием готовлю два любимых своих супа. Это буйавес уху марсельских рыбаков и айрич стю, похлебку ирландских пастухов. Буйавес я уже запланировал, не знаю когда, но приготовлю. А вот айрич стю приготовлю сегодня. Начнем. Чтобы видео не было очень длинным, я уже немного подготовился. Для айрич стю мы традиционно берем баранину. Если кто-то мало ли не любит баранину, ну вот так и быть. Возьмите говядину. Порезал я баранину вот на такие небольшие куски. При разделке баранины обязательно обращайте внимание, вот если особенно там где много жира, на так называемые лимфоузлы. Они такого немного серого цвета, дурно пахнущие. Мне сегодня повезло, в плече моего барашка не оказалось лимфоузлов, хотя я все тщательно проверил. Такое, скажем так, в моей жизни в первый раз. Так, ну много текста. Для начала я припудрую мозги, в смысле припудрую немного мукой мясо и обжариваю на сильном огне. Ну а кости отправлю в духовку на максимальной температуре, вверх-вниз. У меня всего 230 градусов. На полчаса. Да, количество всех ингредиентов вы найдете у меня под видео. Мясо я пока не солил. Так, распирюля прогрелась, наливаю масло растительного и обжаривать буду мясо, наверное, сейчас посмотрю в три приема. Мне нужно, чтобы мясо хорошо запечаталось. И вот до такого цвета обжариваю все последующее мясо. Обжаренное мясо я отбросил на сито, чтобы стек лишний жир. Следующим шагом я пассирую лук. Лук я порезал произвольно, так как в дальнейшем я его удалю. Лук я слегка обжариваю и добавляю томатную пасту. Лук я взял 150 грамм, томатной пасты 40 грамм. Лук стал прозрачным, я добавляю томатную пасту. Сюда же я отправляю три ладуровых листа из десяток можжевеловых ягод. Добавлю чуть-чуть красного вина. Томатная паста обжарилась, я добавляю сюда 100 грамм муки. И всю эту массу немного обжариваю, заливаю холодной водой, холодной 1 литр. Перемешиваю и даю повариться буквально 15 минут. От мука уже обжарилась, я добавляю веточку росмарина и 1 литр холодной воды. И все тщательно венчиком перемешиваю, чтобы мука у меня полностью растворилась и дам повариться этой основе примерно 15 минут, не больше. Накрою крышкой. Пока бульон готовится, косточки уже обжарились, я их отправляю в кастрюлю. Мясо идет сюда же. Сюда же сразу отправляю мелко порезанный имбирь, буквально 20 грамм. Добавляю одну неполную чайную ложку копченой паприки. И пока слегка присаливаю, слегка. Жду пока приготовится бульон. Так, мой бульон, так называемая основа готова. Мясо на плиту, сверху сито. И тщательно перетираю через сито. Добавлю в кастрюлю еще буквально 1 литр кипяченой воды. И печеной, потому что быстрее процесс шел. Соберу, так сказать, все со стеночек. Дам массе закипеть, попробую на соль, поперчу и отправлю в духовку. Основа закипела, я уже попробовал на соль. Соли достаточно. Чеснок, зиру и черный перец я добавлять на данном этапе пока не буду. Мясо отправляю в духовку. Крастрюля с крышкой, к сожалению, у меня не поместится, поэтому я накрою послепку алюминиевой фольгой. А в это время можно заняться чем-то полезным. Например, помыть посуду, привести к кухню в надлежащий вид, пока супруги нет. За то время, что мясо томилось, я подготовил картофель, буквально 300 грамм, порезал на мелкие кубики и овощи. Здесь у меня корень петрушки 200 грамм, морковь 200 грамм и корень сельдерея 200 грамм. А также, хоть это и не идет в айриш стю, но я хочу добавить. Просто у меня есть и я считаю, что это будет уместно добавить турецкий горох в эту похлебку. Я аккуратненько, чтобы не обжечь руки. Снимаю фольгу. И как мы видим, на поверхности присутствует очень много жира. Я этот жир, я его весь сниму. Был бы я помоложе, я бы на этот жир забил бы большой толстый и горячий, но в моем возрасте уже нужно немножко думать о здоровье. Поэтому весь жир, весь холестерин, ну большую его часть, я просто-напросто уберу. Ну вот посмотрите, получилась почти одна полная тарелка жира. Это, конечно, очень много. Следующим шагом я добавляю зиру. Я ее растираю. Количество зиры чуть меньше чайной ложечки, без горки. Добавляю черного молотого перца. Натираю два зубчика чеснока, турецкий горох, овощи и картофель. Так, и здесь я вижу, что у меня немного мало жидкости, поэтому жидкость я долью еще просто с чайника. Все тщательно перемешаю. Попробую на соль. Если соли не хватает, добавлю буквально совсем чуть-чуть. И в этот раз я отправлю уже на плиту. Можно, кстати, также и доготовить и в духовке, ничего страшного. Ну, я отправлю на плиту буквально 20 минут, чтобы у меня приготовились овощи и картофель. Так, ну вот 20 минут истекли. А, решсю готов. Я специально сегодня не завтракал, чтобы вкусить весь вкус, весь аромат этой прекрасной похлебки. И что я сейчас делаю, это то, что практически никогда не делаю. Я попробую на камеру то, что я приготовил. Мясо вообще нежнейшее. Это очень вкусный суп. Но, опять же, для тех, кто любит баранину. Если кто-то по какой-то причине баранину не ест, а хотели бы попробовать этого супа, то приготовьте его с говядиной. Тогда вы поймете, о чем я рассказываю. Вкусно? Я доволен. Ну, я хвалиться не буду. Похлебка у меня получилась очень вкусная. Хотите вертим, хотите нет. Это личное ваше дело. Я своим произведением искусства очень доволен. Если вам понравилось это видео, пишите мне комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Если не понравилось, пальчик вниз и нет проблем. Все счастливы. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.